Пусть по ящику, чернуху С вами мы на этой сцене в трудную минуту рядом Снова добрым смехом будем нервы вам лечить Пойманные в профе, спят автомобили Мало ли какой еще облом Чтобы мы об этом хоть на час забыли Мы играем в зеркале кривом Раз уж мы смешные люди Раз уж мы смешные люди Долго мы грустить не будем Если бы у кого-то не успеем удивить Если день был неудачным Ты домой вернулся врач Значит смех от терапии нужно повторить Пойманные в профе, спят автомобили Мало ли какой еще облом Чтобы мы об этом хоть на час забыли Мы играем в зеркале кривом Товарищи, товарищи Можете в скучку? Друзья мои Давайте сегодня в кривом зеркале Поговорим о тех Без кого наша жизнь была бы скучной О тех Без кого не обходится ни один праздник Давайте поговорим о тех Кого мы так любим Друзья мои Давайте поговорим о тех Без кого нам все-таки было бы действительно скучно Давайте поговорим о нашей милиции А почему об милиции? Потому что органы это самое главное Особенно если они внутренние Так что, товарищи, давайте сегодня поговорим об органах Давайте поговорим об органах Ты знаешь, у меня органы расшалились Отказываются работать Бабушка, вы меня неправильно поняли Давайте поговорим о тех Кто занимается охраной общественного порядка Тем более, что о них сказано так много хороших слов Ну, например, такие Моя милиция меня бережет Ноль два Как много в этом звук Тихо! Милиционер родился Так что, товарищи, давайте сегодня все дружно попадем в милицию Это же за что? Саша, ты правда считаешь, что для того, чтобы попасть в милицию, нужен повод? Давайте представим себе, что это не сцена, а отделение милиции И сыграем, так сказать, веселенький спектакль, посвященный работникам этой профессии Кстати, все необходимое для этого у нас есть Задержанные Есть Камеры Тоже есть Осталось решить, кто из нас будет милиционером Кто преступником А кто потерпевшим Чур я буду милиционер Ага Чур я тоже Хорошо Я тогда закон буду нарушать Хорошо А мы тогда будем вас задерживать А я никуда не тороплюсь А я тогда буду потерпевшая О! Пусть на меня где-нибудь на пустыре Набросится маньяк А я потерплю Будешь терпила Вот я это буду А дарищи остальные придумают себе роли по ходу спектакля Значит так В гримерную гримироваться В костюмерную переодеваться Александр в буфет готовится к спектаклю Добро пожаловать в наше кривозеркальное отделение милиции ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настоящий гость опускается в туман И лишь без них манит маньяк и наркоман А нам назначено судьбой Хранить на улицах покой Мы на бежуство заступаем час ночной Да! Так пожелай ты нам ни духа, ни вера Да! Ловить бандитов нам пора Да! И если встретим их десятка-полтора Прорвемся, ответят опера Прорвемся, ответят опера Лейтенант? Я? Докладывайте Оперативную обстановку докладывайте Оперативная обстановка За прошедшие сутки на нашем участке Произошли следующие преступления Кража кошелька у пенсионерки Смирновой Вор доставлен в больницу с отрясением мозга Гражданка Смирнова утверждает, что он споткнулся И ударился головой об ее авоську с картошкой И так 10 раз Пишите, раскрыт, что еще На перекрестке произошел наезд на пешехода Пенсионерка Смирнова Переходила дорогу И на нее наехал автомобиль БМВ Автомобиль восстановлению не подлежит Водители двое пассажиров с многочисленными ушибами Доставлены в реанимацию Ну а тяжкие-то преступления были? Была попытка изнасилования На женщину на пустыре напали четверо Как утверждает потерпевшая Пенсионерка Смирнова Троим удалось сбежать Четвертый не смог Свадьба назначена на 25 число Какая-то мокруха есть Так точно А в доме номер 8 Прорвало водопровод Замочено 10 этажей Ну я имел ввиду убийство Криминал На помойке возле дома номер 8 Обнаружен труп Смирновый? Никак нет Эксперты опознали в нем попугайчика Волнистого В ходе оперативно-разысных мероприятий Было установлено, что попугайчик Принадлежит пенсионерке Смирновой Тупы, попугайчики, кошечки Все эти собачки Сувошедшие старухи Как же мне хочется Хоть раз в жизни Поймать настоящего преступника Ну где же настоящее преступление? Где вот это все? Где разбойное нападение? Где ограбление? Где ограбление банков? Где вот эти вот погони? Чтры-ч-чтры-ч Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Давно я не держал в руках моего стального друга Макарова. Эх, попадись мне какой-нибудь бандит. Ох, я бы направил на него вот этот вороненый ствол. Я бы крикнул ему «Лежать! Руки за голову!» Здравия желаю, товарищ полковник. Что здесь происходит? Мы это, мы отрабатываем захват преступника. А, это другое дело. Это правильно, товарищи. Преступники нам нужны. Они нас кормят. Я имел в виду, за их поимку мы получаем от государства зарплату. И наша с вами задача, товарищи, дать родине как можно больше преступников. Я имел в виду поймать. А за это родина каждому из нас даст по звезде. И еще добавит в виде премии. А некоторым в виде почетной грамоты. Дай закурить. Все. Сынки, то, что я вам сейчас сказал, это все была теория. А теперь, как обстоят дела на практике. Только что я получил от начальства Волочкову. Проволочку. На волочку. Выволочку. Криминогенная ситуация в нашем районе неудовлетворительная, товарищи. А раскрываемость у нас с вами плохая. Стараемся, товарищ полковник. Глухари не пойманы, висяки не подняты, путаны не куплены. А я стою на ковре перед начальством, все это выслушиваю и выгляжу, как идиот. Капитан Синичкин, вот ответьте мне, пожалуйста, почему я все время выгляжу, как идиот. Не знаю, спросите вашу маму. Я выгляжу, как идиот, потому что вы плохо работаете. Больше времени нужно уделять бандитизму, наркомании и проституции. Лейтенант, не попадайло. Я? Вот вы лично сколько времени уделяете проституции? Раз в неделю, товарищ полковник. Мало. Так вы же сами знаете, какая у нас зарплата. дай закурить. Сегодня в участок начальство к нам пришлет проверку. Про какую верку? Ну, проверять нас будет. Проверять. Поэтому мы с вами не должны дать промашку. Про какую Машку? Главное не подвести. Поэтому всех задержанных оформлять, снимать отпечатки пальцев, проверять прописку. Про какую пи... Проверим, товарищ полковник. Вольно. смотри, у меня... Значит так, товарищи. Начальство может прислать к нам в отделение проверку. Но начальство у нас хитрое и может проникнуть к нам под видом какого-нибудь преступника или бомжа. запомните, сегодня любой преступник или бомж может оказаться большим начальником. я имел ввиду, что под маской бомжа может скрываться начальство. От кого скрываться? поэтому всех задержанных встречать радостно, с улыбкой, 64 зуба, хлебом с солью. Мы с вами, товарищи, сегодня должны создать такие условия, чтобы правонарушители шли к нам в отделение как на праздник, чтобы в обезьяннике тире каждый из них чувствовал себя как дома и чтобы население наконец поняло, что милиция это друг человека. Отставь точку. Все сделаем как надо, товарищ полковник. Молодец. Товарищ полковник, нам подкрепление бы вот. Подкрепление? А, чуть не забыл. Сегодня же к нам в отделение придет новичок из академии. Опять пришлют салагу какого-нибудь щенка. Товарищ полковник, вы же знаете, мне нужен, мне нужен этот. Мне нужен Рэмбо, товарищ полковник, мне нужен этот. I'll be back. Мне нужен Терминатор, мне нужен мне нужен Рыбаков. А кто он? Ну, лично с ним не знаком, но говорят, что простой русский парень по фамилии Сидоров. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Товарищ половник Товарищ полковник Младший сержант Сидоров Для прохождения практики прибыл Вот документы Так Василий Петрович Сидоров Василий Так точно, Василий Петрович Так точно, Петрович Сидоров Так точно, Сидоров Лейтенант Срочно позвоните в передачу Очевидное невероятное И скажите, что у нас есть интересный случай Ой, мамочки Лейтенант 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 А скажи, Василий, А у Вас в роду все Сидоровы? Никак нет, мама у меня Петрова, дядя не Чапаренко, дедушка Кацман, а бабушка Худайберды Налиева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А в кого же ты, Сидоров? Армянские учёные до сих пор бьются над этим вопросом. Скажи, Василий, а зачем ты пошёл служить к нам, в милицию? А у меня на это есть пять причин. Как же это всё произошло? Никогда ж такого не было. Стал милиционером армянин, и у него на это пять причин. И первая причина – бистолет. Во-вторых, обутья и ответ. Третья причина – благодать. Никто не просит паспорт показать. Четвертая причина – это страх. Все меня боятся, будут вах. А пятое я создал претендент. Есть теперь в Москве армян-тибет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, сержант! Ну что, товарищи, вот так вот весело, с юморочком, так сказать, и проведем сегодняшнее дежурство. А мне пора на перцовку. На перцовку. Я все время путаю. Перцовка 40, перцовка 38. Желаю приятного дежурства. Желаю приятного дежурства. Куришь? Так точно курю. Хорошо. Капитан? Да, остаетесь за старшего. Чего стоим, кого ждем? Лейтенант? Ах, Василий, Василий, бежевые цветы. Ах, Василий, Василий. А скажи мне, сержант, а ты хоть раз был на задержании? Конечно, восемь раз был. Три раза убегал, пять раз задерживали. Нет, я имею ввиду, ты хоть раз участвовал в серьезной операции. Ну, конечно, в серьезной операции участвовал. Помни, мне гланды вырезали, а я в больнице лежал. Подожди, я хочу тебя спросить. Ты хоть раз на серьезном деле был? Ну, был один раз. Как-то мы с пацанами на дело пошли, а я на шокере стоял. Ну, это, правда, давно было, я еще молодой был. Молодец. Сработаемся. 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 Василий. Мне бы только какое-нибудь серьезное дело. Все, я о чем прошу, это маленькое, маленькое убийство. Я бы его раскрыл по горячим ступням. По следам. В чем дело, товарищ? Я много чего видел, но чтобы трупы сами приходили в милицию. Вот оно, вот оно настоящее дело. Так, сержант, немедленно вызовите понятых, опросите свидетелей, дактилоскопируйте, опознайте труп и сделайте два бутерброда с маслом, сыром, колбасой. А в каком порядке это сделать? Масло, сыр, колбаса, труп, хлеб. Лейтенант. Я. Составляйте протокол. Есть. Так. Значит, пишите. Ровно в 20-30 в участок ворвался неопознанный труп. Погодите. Когда он ворвался, он был еще живым? Тогда пишите. В участок ворвался человек мужского пола, впоследствии ставший неопознанным трупом. А почему неопознанный? Товарищ старший лейтенант, вот паспорт на имя Буховцова Алексея Станиславовича. Ээээ, лейтенант, пишите. При тщательном обыске мною, капитаном Синичкиным, был найден паспорт. Мною. Был найден паспорт на имя гражданина Буховцова. Сержант. Сержант, проверьте, сходится ли лицо с фотографией. Так, так на фотографии он улыбается. А здесь хмурый как будто обиделся на что-то. Так фотография похожа или нет? Ну откуда я знаю? Вот если бы он улыбнулся бы. Похож. Не похож. Похож, вылитый, точно вылитый он. Товарищ капитан. Да? Сдается мне, что это глухарь. Какой глухарь? Это человек. Лейтенант, пишите, пишите дальше. Да, ль-ше. Лейтенант, не надо писать дальше. Так писать или не писать? Пишите, но без дальше, а сразу. С-ра-зу. Лейтенант, не надо писать сразу. А как? Пишите просто. П-ро-сто. Стойте. Стою. Теперь сядьте и пишите. Пишите. Труб лежит на животе, головой по направлению к обезьяннику. Из противоположной части живота торчит холодное оружие. Колюще рубящего способа действия с деревянной рукоятью. А мне проще написать. Из спины торчит топор. Из села Кукуево. Ну и пусть себе торчит. Железяка. Лейтенант. Не умничайте. А вы лучше снимите отпечатки пальцев с топора. А у топора нет пальцев. Товарищ капитан. Да. Сдается мне, что это самоубийство. С-ра-зу. С-ра-зу. Ха-ха-ха. Самоубийство, да? Ха-ха-ха. Самоубийство, да? О, значит, шло. А, 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 топор, топор. Какой мотив? А может быть, такой мотив? Ой, цветёт колуна, поле у ручья. Парня молодого, полюбила я. Он живёт, не знай. Лейтенант, не спите на службе. Лейтенант, не спите на службе. Лейтенант, не спите на службе, не спите на службе. Пола лежит головой по направлению к обезьяннику. Взгляд как бы спрашивает, я что? При тщательном осмотре обнаружены уши в количестве два, глаза два, нос два. Один. Будьте здоровы! Курить есть, закурить? Да. Лейтенант, пишите. Труп ожил, попросил закурить. Спичек есть. Зомби! Стреляй, Глеб Егорыч, уйдёт проклятый. Руки вверх! Руки вверх, пожалуйста. Стреляй, Глеб Егорыч, уйдёт проклятый. Стреляй, Глеб Егорыч. Стреляй, Глеб Егорыч. Стреляй, Глеб Егорыч. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Чулон. Мы рядом сериал снимаем, я хлопушка. Кого? Кто? Хлопушка. А, ну? У нас артист пропал. С топором в спине, вы не видели, где он, а? Ау, 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 ау. Алексей Станиславович, родненький. Ну что же вы, ну... Уже полчаса и ищем вас. Спасибо огромное. Ну, режиссёр, это в панике. Ну, идёмте скорей. Весёлый начало рабочего дня. Да. Я не удивлюсь, к нам ещё припрётся какое-нибудь чудо с прибабахом. Здравия желаю. А как это... А как гражданочка, опустите, пожалуйста, оружие. Да вы не бойтесь, это ж я, я своя. Пенсионерка Смирнова. А что же вы пришли в отделение с оружием-то? А я слыхал, что у нас в отделении оборотни завелись. Тихо. У меня две серебряных пули есть. Гражданочка, вы ружьё-то опустите. Я уверяю вас, в нашем участке никаких оборотней нет. Точно? Точно. А вот этот кучерявенький нормальный? Да я нормальный, бабушка. Больно взгляд у него какой-то. Недобрый. Нормальный, нормальный. Вы лучше скажите, что у вас случилось. Разрешите облажать. Разрешите доложить. Сегодня ровно в 6.15, как обычно, я вышла на патрулирование своего района. На пустырь, как обычно. Иду на пустырь. Всё какое-то показалось подозрительное. Главное, люди подозрительные. Всё подозрительное. Меня увидят с криками разбегаются. Я думаю, подозрительное. Надо обратиться. Пришла к вам. Дверь открывается. Подозрительное. Я думаю, чему очереди нету. Зашла и подозрительное. Всё так тихо. А главное, ещё когда выходил, мужик с тупором вышел. Подозрительно. Думаю, что за мужик с тупором-то? Вообще в спине. Подозрительно. А я говорю. Пррр. Гражданочка, понимаете, мы здесь для того и сидим, чтобы защищать покой людей от таких, как вы. То есть защищать покой таких, как вы, людей. Лейтенант, берите сержанта и срочно отправляйтесь патрулировать район. И захватите, пожалуйста, с собой нашу активистку-пенсионерку Смирнову. Да, на пустырь. Я вам покажу. Да. Расчетите. Да. Да. Так пожелайте нам ни пуха, ни мира. Да. Ловить бандитов нам пора. Да. И если встретим их десятка-полтора, прорвемся, ответят опера. Прорвемся, опера. Ну чего, ты не расстраивайся, дружище. Мы с тобой еще сегодня постреляем. Я еще встречу сегодня какого-нибудь мерзавца. Я еще направлю твой вороненый ствол на него. Я ему еще закричу. Лежать! Руки за голову! Крайвер желаю, товарищ полковник. Что вы себе позволяете? Вы что здесь не делаете-то? Я осуществлял захват, а только что раскрыли убийство. Да вы что? Фро! Поздравляю! Да. Поздравляю, товарищ капитан. Эх, жалко, начальства нет. Да. А там оно лично увиделось, как оперативно работают мои орлы. Так уже фильм по этому делу снимают. Вот это правильно, что в телевизоре присутствует положительный образ российского милиционера. Кстати, по поводу положительного образа. Сегодня к нам в отделение придет девушка. И не просто девушка, а корреспондентка центральной газеты, комсомольский комсомолец. Ну, проведет с нами дежурство, будет брать интервью, фотографировать, записывать. Так что, капитан, чтобы у меня здесь было все... Гоп-стоп! Хип-хоп! Тип-топ! Ну да, ну да, ну да. Товарищ полковник, а девушка-то симпатичная. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Нет, я... Нет. Не знаю. Видите, что девушку не видел. Но по опыту знаю, что в таких крупных газетах, как правило, работают умницы, красавицы, длинные ноги. А? На себе не показывайте. Осиная талия. Ай! Колобок, румяный бок. Что вам надо, девушка? Я правильно попала? Это милиция. Это пупок. А мне надо в милицию, я из газеты. Вы знаете, присаживайтесь. А мы только что о вас говорили. Мы говорили о том, что пресса, она, так сказать, всегда зрит в корень. А желтая пресса, так она вообще открывает людям глаза. Пресса — это наша любовь навеки. Кстати, поднимите мне веки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, капитан, с этой девушкой вы проведете сегодняшнюю ночь. Ночное дежурство. Всё, и покажите, расскажите. Пусть примет активное участие в наших разыскных мероприятиях. Пусть лично убедится, как оперативно работают мои орлы под моим руководством в руководимом мной отделении. А я, между прочим, легенда российского сыска. А наши сыски — самые лучшие сыски в мире. Вы уверены? На все сто. Тогда я вас щёлкну для газеты. А, давай. Капитан, отойдите, я... Сейчас позу приму, подожди, давай. Ай! Ай! Глаза! Глаза! Товарищ полковник! Что такое? Глаза! Лейтенант! Помогите полковнику! Ай! Ай! Глаза! 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 У-у-у! А-а-а! У-у-у! А-а-а-а! Как вас зовут? Манька. Для близких друзей. Манянька. Для очень близких друзей. Малипушка. Для совсем близких Масаня. Я вас буду звать просто Мария. А-а-а! А вас как зовут? А-а-а! Я-а-а! Посаживайся. Вот сюда. Мария. Я... Я... Я капитан Синичкин. А-а-а! А-а-а! Ха! Но многие меня зовут... Грязный Гарри. Make my day Вы никогда не моетесь? Да нет, просто я борюсь с преступниками, их же методами Насилуйте и грабите Нет, просто бывают ситуации, когда закон нам связывает руки И тогда я разговариваю с преступниками на языке насилия Ага, то есть вы их насилуете Сенсация Нет, просто, понимаете Ну, кругом Кругом одни бандиты, идиоты, наркоманы А что, нормальных в милиции нет? Постоянно имеешь дело с бандитами, убийцами, наркоманами И какие же вы дела имеете с преступниками, бандитами, наркоманами? У вас, наверное, очень тяжелая работа Мария В милиции работаю Т Т Нормальные люди Нормальные О, хотите, я вам покажу свой семейный альбом? С удовольствием Мария Оп Ой Это ваш папа? Нет, это мой первый задержанный Вот видите, фас Альброфиль Вот А вот, смотрите Вот это мой первый глухарь Видите, мелом обвожу Вот я, вот глухарь Вот Ага Вот второй глухарь у меня здесь Ага Вот А А вот этот вот опухший В грязи с синяками Это ваш еще один глухарь? Нет, это я на утро после свадьбы Ой Какая прелесть Какой черненький Перевязанный Да Это мой малыш Ой Да Мой пистолет Макарова Здесь ему всего один день, Мария Ну Смотрите Бесь еще в смазке Курок еще ни разу не взводился Видите, а мушечка какая Маленькая Какая прелесть Малепуська Да Капитан Да, Мария Вы Наверное Очень Сильно Любите Свою работу Я ее Обожаю Я даже написал про эту песню, Мария Если плохо тебе Если ты не в себе Если снял с тебя шубу злодей Если дали в пятак Или обидел маньяк Приходи к нам в участок Скорей Здесь тебя очень сильно Все любят и ждут А бандита поймают И в клетку запрут Милый друг Ты всегда Должен помнить и знать Что милиция Плавает О, капитан Синички О, Мария У меня никогда в жизни Не было милиционера У меня тоже Я так люблю Мужчин в форме А я Женщин С формами Капитан Какие у вас Сильные руки Вы еще не видели мои ноги Обнимите меня покрепче К вам пришла Девушка Вашей мечты Науми Кэмпбл Где она? Милый друг И всегда Должен помнить и знать Что милиция Love you Tonight А, Мария Хотите, я покажу вам Как я делаю захват преступник Всегда мечтал увидеть Смотрите, Мария Фотографируйте Преступник А? Я Лежать! Руки за голову! Да, товарищ полковник Я показывал прессе Как мы работаем Капитан Меня уже достали Капитан У меня уже коленки Все болят Перейдем к делу Да Вот Я только что Получил Оперативную информацию На нашем участке Ограблен банк На улице Скалкина Ура! Чему вы радуетесь, капитан? Наконец Настоящее дело А вы чему радуетесь, Мария? А у меня там денег не было Итак Перейдем к делу Все думаем Куда может пойти преступник С крупной суммой денег? В банк Храните деньги в банках Мария, он этот банк Только что ограбил Тогда в кабак По бабам Точно В кабак По бабам Товарищ полковник Какие бабы? Взял ложный след И так Выстраиваем Логическую цепочку Преступник Похищает Крупную сумму денег С этой суммой Он идет В кабак В кабаке Он Напивается И идет К Продажным женщинам Да Голова Ух Нам надо срочно Внедрить своего человека К путанам Только кого? Я бы пошел Они меня в раз Расшифруют Каждая собака В лицо знает Капитан Была бы у нас Женщина Мария Да Мария Не хотите ли принять Личное участие В задержании Особо опасного преступника? Согласна Да, Мария Но для этого Вам придется На время Стать Проституткой Да я всю жизнь мечтала А что В редакции Мало платят? Да нет Я всю жизнь мечтала Написать репортаж О путанах А Другое дело Мария Значит так Запоминайте Нам нужно составить Для начала Хотя бы Психологический Портрет Предполагаемого преступника Поэтому Мария Нам важна Любая мелочь Особое внимание Обращайте на тех клиентов Которые будут Расплачиваться Расплачиваться с вами Крупными купюрами Пахнущими Типографской краской Понял Служу в милиции Расплачиваем Бутана 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 Я всех преступников Возьму на абордаж На щеки Наложу Румяна И напишу я Офигенный Репортаж Попалась Голубушка Слышь сынок Брат Земляк Мы же договоримся Ну че ты Ну как обычно Ну все мы люди Все мы человеки Так Кто такая Пенсионерка Нигматулина Это я По мужу По второму Я Надевича Чванова мы Что натворила Ограбила магазин Убила соседа Не дай бог Украла Опасного преступника Не дай бог Вы что Да нет Торговала у вокзала Паленой водкой Водка моя Не паленая Выкладывай Заспиртована Упакована Хороша Под огурчик Селедочкой Ты сегодня вся Конфискована Драгоценная ты Моя водочка Я гнала тебя Земляничкою Уй Дрожжей Положила Удачная Потому ты вся Ну такая Отличная Как слеза Комсомолки Прозрачная Все Все Давай 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 Гляди какая А ты говоришь Паленая Так вот же На этикетке написано Матрёнина Паленка Матрёмина Полянка Так Все равно Как ни крути Водка-то Левая Здрасте Здрасте Как она левая Как она левая Гляди Вот даже акцизная марочка есть Из экологически чистых материалов А акцизную марочку я Всю ночь Рисовала А ещё у меня одна подруга есть Тоже торговка У ней три класса образования Так она тебе за 15 минут Такую акцизную марочку нарисует Вот настоящее Не отличись Не палёная, говоришь? А вот мы сейчас проведём экспертизу Давай проводи Лейтенант Приготовьте приборы для экспертизы Московское время 21 час 30 минут Капитан Синичкин И лейтенант Не попадайло Не попадайло Не Не Хоть бы не Проводят Экспертизу Продукта Под названием Матрёнина Полянка Тестующий до дна Огорьчик возьми Товарищ капитан После первой экспертизы Не закусывай Пиши, Михалыч Химический анализ По химическому составу С2 Х5 ОАЖ Х2О И Небольшое количество С12 Х22 О11 Товарищ капитан Забыли СН3 Помилуйте Лейтенант Откуда же Полипропилены В спиртосодержащих Смесях Я клянусь Давайте уточним АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Действительно, СН-3 присутствует, но в ничтожном количестве. Однако... АПЛОДИСМЕНТЫ Однако нужна лёгкая примесь денатурата натрия. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего? АПЛОДИСМЕНТЫ Ты чё мне паришь? АПЛОДИСМЕНТЫ Какого денатурата натрия? Какого? Ну-ка, плесни. АПЛОДИСМЕНТЫ Денатурата натрия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё, особо приглашение надо, что ли, я не понимаю? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну тогда молча и не чокайся. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и где динатурат натрия? Нет, где он, я спрашиваю, где динатурат? Он где? Где он? Ну я понимаю, ну, аммония сульфат. Ну, внутри гидрополивинилхлорид. Ну, на крайняк, метилдиоксид. Моногидрат, не трут, сульфагодиоксид. Ну, это допустимо в небольших количествах. Встал? Сотри. Завтра с родителями в школу. Оба. Что? Ну, динатурат натрия. Это ж перебор, начальник. Явный перебор. Вычеркни. Спасибо. Согласен. Динатурат. А теперь проверим на содержание летучих кислот. Давай-давай, проверяй на содержание летучих. Я ещё прибрежь не выгнала. У меня кислоты долго не задерживаются. Все вылетают. Лейтенант. Здрасте. 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 Нигматулина. Я? Скажи, тост. Так, экспертиза. Хороший тост ни одной экспертизе не повредит. Мэрто шэньгвишвэле эрт хэллац. Ну, в смысле, чтоб наша милиция нас почаще задерживала и всякие экспертизы с нами проводила. Прекрасный тост. Содержание летучих кислот в норме. Однако, содержание этилового спирта 42,5%. Не, может быть. У меня больше сурока не бывает. Мне Менделеев запретил. Лично. А давайте уточним. Здрасте. 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 Говори. За мир во всем мире и за нашу милицию, за самую туманную, за самую гуманную милицию в мире. Прекрасный тост. Действительно. 42,5%. Ну, передержала. Ну, с кем не бывает. Господа. Не желаете ли отдохнуть, господа? Пожалуйста. Прошу вас. Матрильная полянка. Что, как мы зон покурим? Шашлыки на дороге. Пожалуйста. Барбекюшница. Люляки. Бап. Пожалуйста. Поверьте. Прошу вас. Прошу вас. Матрильная полянка. Господа. Пожалуйста. Поближе к огню, господа. Поближе к огню. Лейтенант. Я. Пишите. Ой, мороз, мороз. Подчеркните. С новой строки. Не морозь меня. Ой, мороз, мороз. Не морозь меня. Есть на водку спрос. Я жгнала три дня. Экспертизу нам нужно проводить. От полетки, чтоб граждан защитить. Ой, мороз, морозь. Ты на мне почем. Открывай пузырь. Наливай еще. Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ижиson title Powoli. А чё тут происходит-то? Атас, атас, менты, менты, атас. Экспертиза, экспертиза паленой водки. Ну и чё, выявила экспертиза? Отличная водка. Хорошо. Кто производитель? ИЧП убаюк. ИЧП побоюл. Мотьк собак rednablelimited.p. Понятно. Значит так. Экспертизу левой водки не проводить. Левую водку разбить. Встать. Разбить. Разбить. Пол-литру. Пол-литру. Вдребезги. И конечно, вдребезги. Да я тебя... Отставить. Значит так. Левая водка мной конфискуется. Для последующей более тщательной экспертизы в отделении ГУВД. В ГУВД, говоришь? Капитан. Угу. Да вы не как пьяный. Как стекло. Угу. Ой, упало. Ой, 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 ой. Так, капитан. А ну отдыхните. Сейчас. Капитан. Объявляю план перехват. Капитан, стоять! Я тебе сказал, капитан! Капитан, а ну отдыхните! Капитан. Слышь, что? А сейчас? Чтобы лысый запах не учил, надо дезодорантом поборозгать. У вас есть дезодорант? Посмотри в столе. Ага. Дезодорант. Да, я осторожно, товарищ Попутин. Осторожно. Черемуха! Суп. Белая черемуха, наш дезодорант. Белую черемуху дал мне лейтенант. Чуть и нету запаха, ох, я молодец. Белая черемуха! Ай, глазам капец! Чуть! Ай! Давай, давай, проходи! Чё, тараканов морили, что ли? Давай, садись! Я тебе покажу, как по улицам без регистрации ходить. АПЛОДИСМЕНТЫ Ишь, нелегал! Начальник, никого я нелегал. Я плитку кладу. Вот сейчас мы будем тебя оформлять. Как там тебя зовут? Уф, имя, что ли? Давай, говори. Шабд Рахман, Хасан, Анвар, Ибн Санжар, Ибн Сарвар, Литву Аллах, Нагмат Аллах, Хайриллах, Зарид, Заман, Шашлик, Лагман, Манты, Луликабаб, Заде. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё не пишешь? АПЛОДИСМЕНТЫ А ну, повтори, что сказал. Чё не пишешь, говорю. Нет, нет, вот то, что у тебя длинное такое, до этого было. Име, что ли? Да, ладно. Конечно, повторю. Шабд Рахман, Хасан, Анвар, Ибн Сарвар, Ибн Санжар, Нагмат Аллах, Литву Аллах, Хайриллах, Зарид, Заман, Шашлик, Лагман, Манты, Луликабаб, Заде. Фамилию сказат. У меня еще отчество есть. АПЛОДИСМЕНТЫ А ну, прекрати здесь меня дурака валять. Начальник, зачем меня, тебя, дурака валять? Мне надо плитку класть. Понаехали тут, понимаешь ли. Уже нам, коренным москвичам, здесь житья от вас нет. АПЛОДИСМЕНТЫ А наша столица, между прочим, не резиновая, Понял? Ваша столица, да? Наша столица. У меня мама здесь квартиру купила. На улице шотару ставили. Вот сейчас ремонт делает. А ну, давай, говори, как там тебя зовут, только такой укороченный вариант, ладно? Ладно, начальник, зови меня Александр. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это другое дело, а то... Лагман, люля, кебаб, заде. Как фамилия? Македонский. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Регистрация есть в городе Архангельске. А где документ? Есть документ. Есть, сейчас покажу. Вот, Архангельск. АПЛОДИСМЕНТЫ 500 квадратный метр. Пожалуйста, бери регистрацию, мне мешало, бери. Ну, 500 метров для регистрации, это маловато. На 500 метрах ты особенно не разгуляешься. Ну, у меня ещё прописка есть в городе Ярославль. Тысяча квадратный метр, вот. Пожалуйста, вот. Тоже забирай, не жалко, всё. Вот видишь, я говори, что регистрации нет. Вот, настоящая регистрация. Слушай, а может, у тебя ещё и дача есть, а? Ну, где-нибудь за границей. Начальник, может, за границей не будем трогать, а? Ну, давай, давай. Может, не надо? Давай, 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 давай. Есть дача. В Америке есть дача. Город Машингтоне, вот. Сто квадратный метр. Даже портрет девушки есть, вот. Тоже забирай, пожалуйста. Всё. Ну, ты ж молодец, всё у тебя нормально. Ну, давай, давай, беги. Ремонтируй свою квартиру, всё у тебя нормально. Спасибо, Рахман. Давай. Спасибо. Стоп! Квартиру ты там один ремонтируешь? Почему один? У меня целый бригад, а? Это хорошо. Да. Я к вам обязательно зайду. А сейчас плов сделаем, угостим. Адрес у тебя какой? Вот центр Москвы, вот прямо центр. Улица Шатаруставели, 7. Квартира 15. Так это же квартира моей мамы. Подожди, а деньги у тебя откуда? Твоя мама дала. Сказала, что я плитку купил. Ты чё мне здесь голову морочишь? Там ремонт стоит, а он здесь по милициям шляется. Ну вот, забирай свою прописку и давай бегом за плиткой. Спасибо. Спасибо, друг. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я тропе, друга я никогда не забуду, если он прописался в Москве. Москва, в воду купола, Москва, ты всех нас придал. Москва, сияет красотой, Москва, ты город наш родной. Лейтенант, лейтенант, давай его сюда. Ты чё, больно же. Держите его, держите его. Давай, лейтенант, оформляй. Ехал пьяный за рулём, наехал на бабушку. Два раза наехал, товарищ капитан. У меня даже на ведре синяк остался. Вот, глядите. Здесь нет. Ну где же, сынок, гляжи сзади. Лейтенант. А ты чё, глядишь? Не глядишь, полюгань. Гражданка Смирнова, пожалуйста, поищите синяк дома. Хорошо, пойду домой, поищу. Может, завалялся куда-нибудь. Ну где ты, потом сразу напустись. Да, умненько там меня... Не было. Ну что ж, продолжим с вами, молодой человек. Лейтенант, пишите. При задержании оказывалось сопротивление. Четыре раза произнёс слово «мент». Я насчитал пять раз. Пацаны, хорош. Отпустите меня, у меня есть документ. Чемент. Шесть раз? Вы чё, не втыкнули, что ли? У меня папа олигарх, он продаёт цемент. Семь раз. Кроме того, при обыске обнаружен... Что там? Обнаружена пачка таблеток. Ты чё, вообще ку-ку, что ли? Это ж леденцы. Ментус. Восемь раз. Да. А также... Чё так? Чё так? Чё так? Обнаружен пакетик с травой неизвестного происхождения. А может быть, приведём экспертизу? Короче, пацаны, давайте так. Я даё вам сто бочинских, и мы этот пакетик не открываем. Я выбираю экспертизу. Тогда я предлагаю 50 на 50. А я предлагаю 2 на 5. Всё, понял, звоню адвокату. А вот и я! Если вдруг вы нарушили закон, то бояться и плакать вам не надо. Лучше сразу возьмите телефон и скорей наберите адвоката. Адвокат! Если нужен я кому-то... Эй, адвокат! Тысячу баксов за минуту... Если парень состоятелен... И богат... То как Бэтмен прилетит к нему... Адвокат! Камон, бэби! Камон! Гимни сам, мэри! Камон! Позвольте представиться... Марк Самуилович Плевакин. 40 уголовных дел, 39 побед, 0 поражений, 1 ничья. А одна ничья, это как? Ну, одно дело, я так затянул, что клиент сам умер от старости. А я... Капитан... Синичкин! 35 уголовных дел, 20 раскрыто, 5 глухарей, 10 висеков, 1 нокаут. А нокаут, это, простите, что? Да, одному адвокату морду набил. Понятно. Ну что ж, приступим. Первый раунд! Итак... АПЛОДИСМЕНТЫ Итак... Незаконное задержание моего клиента прошу немедленно отпустить согласно статье 301 УК РФ. Езда за рулем в нетрезвом состоянии. Статья 264 УК РФ от двух до пяти. 33 прокурора приговаривали преступника к 33 годам тюрьмы за противоправный преступник. Но судопроизводство пришлось прекратить за отсутствие состава преступления. Процессуальное судопроизводство в кассационной инстанции не всегда бесперспективняк. Давай читай. Читай. Два милиционера моего подзащитного компрометировали, 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 компрометировали. Да не вы компрометировали. Расчувствовавшись адвокатюшку нашли акклиматизирующимся в Константинополе. На лимане менты нелегалы ловили Нелегалы ловили, поймали меня Нелегалы меня о защите молили За пару лимонов спасти от мента Шла Саша по шоссе И сосала сушку Конец первого раунда Этот раунд за вами Не расстраивайтесь, что бы дан Войму хук слева, снизу, раз В головном кодексом, а потом двоечку в челюсть Все будет нормально, готовы? Второй раунд При задержании обнаружен пакетик старого неизвестного происхождения Статья 228 УК РФ От 3 до 7 Так это же обыкновенный укроп Укроп А вы понюхайте Что-то он укропом не пахнет Марк Самуилович Не надо нюхать Проиграем дело Чтобы адвокат Плевакин проиграл дело Это утопия Видите, ничего не произошло Голубые черепахи Голубые черепахи Мы помчимся в заоблачную даль Мимо звезд и ночного небоскота У клиента останется печаль И в СИЗО проведенные три года Эй, адвокат Да идите вы всем в баню Слышь, адвокат Эй, сейчас похулиганю Я на Голубого слогика Заберусь С ветерком да вдоль по Питерской Я помчусь Кам-он бэйби Доно-ка маншин Кам-он Кив сам ман Ту-ми Аого-оо! Нокаут! Брррру! Ну что ж А вам, молодой человек, придется пока посидеть в обезьяннике. Не надо в обезьяннике, пожалуйста. А вы хоть раз сидели в обезьяннике? Так, 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 что тут у нас происходит? Здравствуйте. Здорово. Товарищ полковник, этот товарищ не хочет в обезьянник. Правильно делает. Вы же вы туда силой хотите? Нет. А как иначе-то? Я вам говорил, что милиция – это друг человека. И нужно создать такие условия, чтобы наш уважаемый задержанный сам захотел пойти в обезьянник. Как? Как? А сейчас расскажу, как. Ах, КПЗ, КПЗ, КПЗ. Любите ли вы КПЗ так, как люблю его я? Если поймали столичным тебя, Лица не дай слезе, Будешь отправлен ты, любя, Славное КПЗ. Глоткие нары, решетки в окне, Три раза в день, Ра-два. А загрустишь, придут к тебе Мальчики из 0-2. Иди на нас, мы парни-класс, Сегодня мы в участке нашем, Для тебя споем и спляшем. Здесь проведешь ты свой лучший досуг, Будешь счастливый, Зэк. Жизнь — это КПЗ, мой друг. Клёвое КПЗ, мой друг. Welcome to KBZ, my friend. Я хочу в КПЗ! Давай, 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 проходи, проходи, давай. Что случилось? Товарищ капитан, Товарищ капитан, убийство. Где убийца, где злодей, не боюсь его когтей. Да вы не волнуйтесь, Я уже все сам раскрыл. Вот этот вот, Застрелил своего друга. У всех на виду. У меня тысяча человек-свидетелей есть. Все видели, все подтвердят, понимаешь? Подожди, подожди, сержант, Кто застрелил, кого, где? Да представляете, в театре. Прямо на сцене. С виду интеллигентный человек вышел, Спел, А потом бац и застрелил друга. Как фамилия? Сейчас. Онегин Евгений. Уроженец Санкт-Петербурга. Фамилия Трупа? Владимир Ленский. Но у них спор из-за одной барышни вышел. Из-за Ольги. Так вы что, уже в курсе? Сержант, скажите, А вам вот разве не знакома фамилия? Онегин Ленский. Ольга. Я люблю вас. Я люблю вас. Не надо, у меня девушка есть. Сержант, вы болван. Болван. Ленский, он должен погибнуть, понимаете? Так Пушкин написал. Я не знаю, что вам писал ваш Пушкин. А вот тенор Зайчук, который Ленского играл, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Да еще с огнестрельным ранением. А где орудие убийства? Вот, пистолет забыл изъять. Из него недавно стреляли. Так я вам о чем говорю? Как ваша фамилия? Да с ним бесполезно разговаривать. Он слегка того. Но мне сказали, что он всю жизнь поет в опере. Поэтому обычную речь не воспринимает. Ну, с ним надо петь. А у меня слуха нет. Ну, ладно, ладно, ладно. Сержант, вы идите, я сам с ним разберусь. Есть. До свидания. Убийство. Убийство. А какой мотив? Какой? Какой? Такой же был мотив. Куда? Куда? Куда меня отправят? В бутырку и на колыну. Как ваше имя и фамилия? Семен Петрович Колбасиный. А год рожденья какой? Год 1940-й. Повиснет ли на вас мокруха? И мимо пролетит она. Не знаю, в чем ваша вина. Я все равно смогу разнюхать. О, Боже, как мне тяжело. Так, как же все произошло. Мама, я убил его. Я направил пистолет. В общем, бац, и его нет. Мама, мне теперь тюрьма. Но клянусь, что я ничего не виноват. Мама, у-у-у-у-у-у. Сушите сухари, Ведь сын домой к вам больше не вернется. Никогда, никогда Или лет через пятнадцать Да, дело странное Если решил убить, то почему на сцене, при свидетелях Лично я стукнул бы чем-нибудь по голове за кулисами Или кирпичом по въезде Можно монтировкой подворотня Он взял, зарядил и при всех Постой, а вдруг это не он зарядил Тогда кто? Сейчас спросим Но я хочу узнать один ответ Кто заряжает вам ваш пистолет? У пиротехника хранится он Так вот, кто вставил на его патрон А где резон? У пиротехника была жена Очень красивая была она А Ленский с ней роман Крутил пять лет И этот пиротехник зарядил Мой пистолет Я ненарочно Так вот, кто тебя подставил Я ненарочно Мой пистолет Ой, мой мокрушный Ненарочно Я найду его Ненарочно Я посажу его Он будет сидеть Будет сидеть Будет сидеть И я сказал АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Умоляю вас Умоляю вас Позвоните Позвоните в больницу Как он себя чувствует Я волнуюсь Я волнуюсь А-а-а-а Я сейчас позвоню в больницу А-а-а Не волнуйтесь А-а-а А-а-а-а Здравствуйте вы, дорогая больница Я ведь звоню вам сейчас из милиции Я бы сам лично хотел убедиться, и я хотел бы у вас разузнать Как там здоровье Владимира Ленского, тот, что поэты играл Деревенского Вы расскажите мне, жив ли он, здравствуй, или пора бы ему умирать Жив или умер, мы хотим знать Жив или умер, мы хотим знать Мы хотим знать, мы хотим знать Мы хотим знать Что? Это кто пьяный идиот? А, да, простите, это я из милиции Вам должны были доставить пострадавшего из оперного театра, тенора Что? Он больше не тенор Он теперь фальцетом поет А, так он живой Живой Спасибо Он Он живой Он живой Живее всех живых Он живой Лежит среди больных Скоро выпишут его Все хорошо Мой брат Ты свободен И ни в чем Невинного Я свободен Я свободен Ты свободен, брат Я не виноват Ты свободен, брат Я не виноват Ты свободен, брат Я не виноват Он любит и слад Боже, как я рад, что невиноват Я люблю милицию Я люблю милицию Я люблю милицию Я люблю милицию Мой хорошенький Как же давно я не держал тебя в руках Я так тебя люблю Ты мой единственный друг И даром Я каждый день тебя чищу Бархоткой Лелею А ночью кладу тебя на отдельную подушечку Ну ничего Мы с тобой еще и сегодня постреляем Я еще передерну твой затвор Я направлю тебя на какого-нибудь мерзавца Я закричу Лежать руки за голову Милиция, помогите Милиция, помогите Я Мерзавка смертного Умничок Помогите Помогите мне, пожалуйста Поймайте его Поймайте его Что случилось, гражданка Смирнова? Вот что случилось Я из булочной сегодня Шла по пустырю большому Всюду ямы и канавы И кругом кусты огни Вдруг из тени выбегают Здоровенные мужчины И кричат стоять на месте И бегут ко мне они А я просто на свете Сейчас же забываю Ой, мамушки Сейчас будут Насильничать меня Но эти негодяи Все мимо пробегают И сумку вырывают Копейками звеня Куда же вы Мужчины Ну что, блин, за фигня Не волнуйтесь, гражданочка Мы обязательно их найдем Но вы хотя бы лица их запомнили? Нет А приметы? Нет, ничего не запомнила Может, кто имя произнес, там, кличку Один другого называл по фамилии Так О, это уже кое-что Какая прозвучала фамилия? Не помню Но помню, что Там было Что-то эротическое На Постелькин? Нет Хотелкин? Порнушкин? Нет Там было что-то связано с процессом Кроваткин-Скрепелкин? Нет Чмокин поцелуев? Нет Раздевайла? Нет Обнимайла? Нет Там было что-то забытое Может быть Трохтенберг? Нет Попробую сама вспомнить Кайфушкин-Ласковый Нет Кусаев Нет Сучкин-Кобелев Нет Не могу вспомнить А может быть Блондинкин? Нет Динькин, Абрикосов Нет Ножкин-Бушев Нет Извранщенцев? Нет Маньячкин-Голодный? Нет Жаров-Ламзай Нет Дикий-Стоналов Нет Бурный кричалов Лёвкин-Стегалов Нет В этой фамилии было что-то жаркое Сковородкин Погоди, пожалуйста Давайте вы, ребят Я почти вспомнила А-а-а Титькин-Матитькин Ой, нет Губёшкин Голышков Голопубики Ещё Красный Ещё Нежный кусалкин Ещё Расевалкин Ещё Бёдрышкин Пожи ещё Давай Грусткин-Трепет Давай Круткин-Титкин Давай, давай Сёси-Пуськин Расстегай Ширинкин Полетай Лифчиков Долой Гребнок Погнал Прекратить 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 Эту Оргию Зачем Остановил Начальник Я почти вспомнила Сколько можно Чего вы от нас хотите Хватит Хватит Нервы нам Трепать Вот вы сейчас сказали Нервы Трепа Я вспомнила Вспомнила Трепалкин Его фамилия Трепалкин Господи боже мой Что ж здесь эротического Ну, знаешь ли Мы женщины Существа загадочные А кроме фамилии Трепалкин Вы другие фамилии Больше не слышали? Еще слыхал одну Не помню Как точно Но Она была Какая-то Матерная А, так может быть Идите отсюда Я же помочь хочу Идите отсюда Вы уже нам помогли Мы его поймаем Гражданка Смирнова Идите И не просто идите А идите Лейтенант Проводите нашу Общественницу Найди его Не попадайло Ты хороший Не попадайло Так, 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 так Чует Мое сердце Чует Что это именно Он Причастен К ограблению банка На улице Скалкина Значит так А, нет Сержант Да Срочно позвоните В прокуратуру Возбудите уголовное дело Начните следствие Сделайте мне кофе С сахаром И с сливками Вы все поняли? В какой последовательности Нужно все делать? В начале кофе Потом сахар Потом сливки Сначала прокуратура Потом уголовное дело Потом следствие Все Идите Идите Так, капитан А мы с вами пройдемте В архив Посмотрим Нет ли у нас там чего На фамилию Трепалкин Идемте Что ты начальник Рамсы попутал Что ли Что ты мне Фуфло паришь Сержант Я Вот еще один подозрительный тип Задержан мною За драку Составьте протокол Есть Снимите показания А я пойду Может быть кого-нибудь еще Поймаю Ну что ж Давай Рассказывай Кто ты, чего ты Колись Да я вообще Не при делах Шкандыбай Я себе Зырю Лошок Канает Эй Мопа Лошок Бабло Гони Он Не сознанку Эй Мах Ты Фуфломет И трес Трес Ему В крюльник А где поросенок Какой поросенок Ну у которого Хрюльник Ты че начальник Не догнал Я тебе говорю Лоха встретил Баблога они Он мне фиг там Я ах так И хрять ему в пятак А где поросенок Какой поросенок Ну у которого Пятак Там не было поросенка Там козел был Я ему говорю Гарри козел Бабло давай Он не обломись Я ему ах так И вторец ему Он завизжал Из копыт Понял А с поросенка Ты что С каким нафиг Поросенка Ну который Завизжал Из копыт Ты че начальник Тормоз ваще Ах так 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 Че тут у нас Происходит Гражданин начальник Я в десятый раз Объясняю вот этому Вот Стоп крану В погонах А он не въезжает Парит мне фуфло Всякое Слушайте Милейший Вы как вообще Разговариваете Вы же должны Разговаривать на языке Александра Сергеевича Пушкина Опять Пушкин Да вы че сговорились Что ли сегодня Молчите сержант Александр Сергеевич Пушкин Ну помните Я вас любил Любовь еще быть может Вы вообще в школе учились? Ну типа учился Офигли вообще А Пушкина проходили в школе? Ну типа проходили Вот А вот представьте себе Если бы Александр Сергеевич Писал стихи На вашем вот языке Знаете что из этого было? Ну Я с вас торчал Тащилова быть может Меня не отколбасило совсем Но пусть оно вас не вставляет тоже Мне в западлова мать вам кайф ничем Я с вас торчал Так офигенно клево Я зуб даю Век воли не видать Я с вас торчал Так смачно Так кайфово Как дай вам Бог От каждого Торчать Я виноват Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю Ваши воли Меня презрением наказать Но вы к моей несчастной доле Хоть каплю жалости храня Ведь вы отпустите меня Я нарушать не стану болен Ну что ж, это совсем другое дело Значит так, милейший Вот вам домик Пушкина Выучить от сих И до сих Все Канай отсюда И правильно, и пусть канает отсюда Редиска, сарделька, сосиска Новохудоносор Новохудоносор Милостей, господа Разрешите откланяться Всего вам доброго Желаю здравствовать Ай, момент Глубоко уважаемый Господин сержант Не будете ли вы так добры Проводить нашего Высокочтимого гостя До обезьянника А не стоит себя утруждать Я дорогу прекрасно знаю сам Как-нибудь доберусь Со мной надежнее Пойдемте, пойдемте, пойдемте Нет, ну не имеете права Старший, Старший сказал Ну не имеете права Старший сказал Милостивый государ Прошу вас Полковник Полковник нашел Что вы? Нашел Дело Двицидевиста Типалкина Я так и знал Я так и знал Что это именно он Причастен к ограблению банка На улице Скалкина Так, посмотрим Ага Ну конечно Вот он Этот лысый негодяй Мерзавец Подлец Я вижу его на... Что это, товарищ полковник Это зеркало Это я для нашей самодеятельности Репетирую Ага Ну конечно Вот он Этот лысый негодяй Мерзавец Это Плать сна, он. Ага, ну, конечно, этот подлец, этот негодяй. Подождите, капитан. Мы же его только что задержали. Он же у нас в обезьяннике сидит. Так, подожди, так давайте его хорошенько сейчас допросим. Нельзя. У нас нет никаких улик. Он уйдёт в несознанку, и всё. Нам ему нечего предъявить. Дело развалится. Чё ж делать тогда? Чего делать? Нужно внедрить своего человека в обезьянник. Вот только кого! Не смотрите, рыбак, сквозь прищуренный глаз. Суднюары, банджи и соседи. На плохую панель вышла я в первый раз. И сдаётся мне, что он не в последний. И вот я просто маленько, я улётная девка, я белая моль. Я, летучая мышь, пошла на продажу. Я для репортажу. Смелей подходите! С табакцов, малыш! Ба, знакомые мне лица, Мария. Зовите меня просто Манька Квитанция. Мария, Манька, ну что, есть какие-нибудь новости? Расплачивался с вами кто-нибудь новенькими купюрами, пахнущими типографской краской? Сейчас посмотрим. Новеньких не было. Мария, у нас для вас новое задание. Мы вас хотим внедрить в обезьянник. Поняла. Там сидят задержанные. Поняла. Среди них один лысый. Поняла. Именно его мы подозреваем в ограблении банка на улице Скалкина. Поняла. Вы должны стать приманкой для преступника. Не поняла. Но вы должны околдовать его своими чарами и выведать, где он спрятал деньги, которые он похитил в банке на улице Скалкина. Поняла. Да, но только вы не сразу к нему подходите, а сначала как-нибудь так потритесь. Не поняла. Ну, среди задержанных пообщайтесь. Ну, так очень потом как-нибудь... Поняла. Да. А потом так осторожно, ну, как бы так не означай. Так спросите, а где деньги? Где деньги? Да, да, да. Ища. Поняла. Злужу милицией. Идёмте. Я лично с капитаном провожу вас в обезьянник. Да. Прошу вас. Прошу вас. Прошу, Мария. Обезьянник, места больше нет. Обезьянник шлёт нам свой привет. Обезьянник, кто здесь пробовал час, Испытает радости и сказ. Чудо-место, чудо-место, в нём не капит и не тесно. Тут есть дары, тут есть кресло, я охранник. Наше счастье постоянно. Жизнь сухарик, ешь баланду. Жизнь сухарик, ешь баланду. Обезьянник. Выпустите меня. Выпустите меня, я здесь случайно. Я адвокат, я нюхал укроп. Выпустите меня. Сынок, ты чё кричишь? Ты не кричи. У меня вон водку сконфисковали. Тоже не за сто сижу. Ну, я не растерялся. Я пошла на вокзал, начала продавать горячие пирожки, клубничку. Ну, доход, конечно, не тот, но свой чупа-чупс за день имею. Сынок, а тебя за что взяли с Кулуновым-то? А меня за шкирку взяли. Выпустите меня, я есть хочу. На, миленький пирожок мой, попробуй. Говорят, немножко. А на Рублёвке-то сейчас ужин. Макароны. Манки поссорные! Не видать вам манкиного тела! Бумьяниш! О-о-о, посиди теперь в обезьяннике, проститутка! Не бери на понт, мусор! Мань, ты этот палк-то не перегибай. Поняла. Ну, иди сюда. Балки-позорные! Балки-позорные! Аах-ха-ха-ха-ха-ха! Ух ты! Субтитры создавал DimaTorzok Дочка, тебя за что взяли? За торговлю в неположенном месте. Меня тоже. А ты чем торгуешь? Я жрица любви. Я тоже пожрать люблю. Да нет, я оказываю услуги любителям горяченького, клубнички. А, я тоже. Если человек любитель клубнички и горяченького, это ко мне. Я Мотя. А я Мань, квитанция. Понятно. Мотя. Че Мань? А ты по чем берешь? По 10 рублей. Да. Тут не больше десятки. По вызову работаешь? Не по расписанию. Это холст. Ну как? Поезд приходит, я на перрон выбегаю. Ну, минут до 10-15. Два-три вагона обслужу. Это че, че? У меня одна подруга есть. Тоже торговка. У нее три класса образования. Так она однажды за 15 минут 10 вагонов обслужила, не считай, паровоза. Это как? Ну как, как? Выбегаем к поезду, Юрем. Горячь, пирожки и клубничка. Горячь, пирожки и клубничка. Так ты не проститутка. Что? Ну-ка, пошла отсюда, пошла. Проститутка. Приятнее. Шакал я паршивый. Все ворую. Старушку бы воровал, банк ограбил. У тебя, наверное, денег много. Два миллиона. Деньги где? Эх, красивая ты, девка. Мне б такую, как ты, уехал бы с тобой. Куда глаза глядят? Да хоть к тетке в Полтаву. Деньги где? Там хорошо. Знаешь, как у Пушкина. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Деньги где? Или вот еще одно. Ах, ножки-ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Где деньги? Я их спрятал в парке за скульптурой девушки с веслом. Два миллиона в парке за скульптурой девушки с веслом. Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите меня! Чего буянишь? Выпустите меня. Отойдите. Ну что, Мария, выяснили, где он спрятал деньги? Нет, молчит, как партизан. Мне срочно надо бежать в парк, писать репортаж о бабе с веслом. Срочно! Борей, какой бабе? Подожди ты, в полотенце. Люди, они ушли от двери, оставили открытой. Кругом никого, а! Рвем когти! Кругом никого, добрый боди! Все подъем! Капитан тут? Нет! Лейтенант тут? Нет! Может, спешим? Да! Давай, сбежим скорей! Капсик! Перекличка. А где все? Сбежали! Обезьянник пустой! Товарищ капитан! Товарищ полковник! Все сбежали! Катастрофа! Все сбежали! Что? Все подозреваемых нет! Улик нет! Задержанных нет! Водки нет! Что может быть хуже? Вам чего надо? Здрасте! А у вас случайно пустых бутылочек не будет? Идите отсюда! Не до вас! Идите! Что вам здесь из Баксисальня? Идите! Ходят тут всякие! Потом задержанные пропадают! Товарищ полковник! Что такое? Помните, вы говорили, что к нам в участок может прийти проверяющий под видом преступника или бомжа какого-нибудь? Ну? Так может, это он и есть? Добро пожаловать, товарищ бомж! Садитесь! Присаживайтесь, пожалуйста! Милости просим в наш скромный участок! Милости просим! Кофе, чай, сахар, сливки! Все к вашим услугам! А какого есть? А какого есть? У нас все есть! А что, вы и бить не будете? Нет, мы не будем! Что вы, дорогой товарищ? Нифига себе! Это, главное, просто зашел, а мне еще какову и на халяву! Это наша работа, товарищ бомж! Чего это... Вот, вот, вот! Вот, вот, вот! Попробее! Попробее! О, вот, сейчас левее! Ох! Обожаю! Обожаю 13 участок! У нас самый лучший в городе участок, камеры со всеми удобствами, горячий тушь, джакузи, биде, шведский стол, в углу финская парашка. Все для человека. Каждое утро прогулки на свежем воздухе, экскурсии таганку, бутырку, матросскую тишину, а то вечерам игры, танцы, шмон. Шмон, танец такой. Нифига себе, это я удачно зашел. Простите, а все-таки пустых бутылочек-то у вас нету, что ли? Как это нету, как это нету, целую неделю пили. Уборкой занимались территорией, вот, вот, пожалуйста. Последний отдаем, мы уже сядь от сердца отрываем. Ну, я тогда, я тогда пошел. Да, да, да. Стоять! По-по-постойте. Сержант! Я? У вас деньги есть? Сейчас. Вы быстрее! Сто рублей. Да, быстро. Это вам на такси. Нифига себе! Спасибо, родная милиция, за то, что вы так заботитесь о ближних. А я к вам еще зайду. Еще он не один, а с приятелями, да и с подружками. Да, да. Приходите, приходите. Мы будем вас ждать. Спасибо, спасибо. На трибунок становится тише, тает быстрая... Какие мы молодцы, а? Человеку помогли. Какому человеку? Это был генерал, проверяющий. Думал, мы его не раскусим, а? Я копил, товарищ полковник. Мне нюк на проверяющих, нюк. Он говорит, бутылочки, бутылочки. Я говорю, есть у нас. Такси! 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 Сержант, а что это у тебя звездочки-то окопухли? Разрешите представиться, генерал-майор Сидоров прибыл с проверкой из Министерства внутренних дел. Вася, ты чё? А я тебе не Вася. Обращайся ко мне, товарищ генерал. Товарищ генерал Вася, ты чё? Я вам не ты, я вам вы. И поэтому вы со мной не на ты, а на вы. Особенно вы. А то всё ты да ты. А я-то на самом деле вы. Понял, ты. Не понял вы. А казачок-то засланный. Товарищ генерал засланец. Товарищ генерал. Товарищ генерал Василий, Петровый сын. Ты. Да чтоб тебя. Не тебя, а нас. Не нас, а вас. Не вас, а нас. Мы все... Товарищ полковник. Товарищ полковник. Срочно освежите меня с МВД. Позвоните в ГУВД. Приготовьте для проверки КПЗ. И сделайте мне чай с кипятком, с сахаром и молоком. Ну, я надеюсь, вы помните, в каком порядке это надо делать? Так точно. Залить кипятком МВД, засыпать сахаром ГУВД и залить сливками КПЗ. Отставить. Отставить. Есть. Ну не надо есть. Вам лишь бы поесть. Будем худеть. Давайте лучше о делах наших скорбных покалякаем. Я сегодня в процессе всего дежурства был с вами. Я косил под глупого сержанта. У вас это хорошо получалось, дурачок такой. Так вот, я внимательно за вами наблюдал. Все за вами записывал. Вот одного понять не могу. Чего? Вы раскрыли дело об ограблении банка. Какое нафиг дело? Преступник был пойман, потом сбежал. Но обещал вернуться. Так где же он? Покажите мне этого негодяя. Сейчас. Преступник. Преступник. Милиция, на помощь, милиция. Милиция. Ага. Арестуйте меня, я вас говорю. Арестуйте. Товарищ генерал, разрешите представить вам рецидивиста Трипалкина, который ограбил банк на улице Скалкина. Куда же ты бежишь-то, а? Мы с тобой еще не договорили. Посадите меня, посадите меня. Товарищ генерал, а это пришла к нам снова пенсионерка Смирнова, которая поймала рецидивиста Трипалкина, который ограбил банк на улице Скалкина. Я тебя запомнила. Я всех на пустыре запоминаю. Теперь у тебя одна дорога. Либо в тюрьму, либо женись. В тюрьму, в тюрьму. Ну а где похищенные деньги, а? Какие деньги? Где деньги? Подай, где деньги?